Наше поколение мало читает. Люди, читающие, роясь в огромном количестве псевдолитературы, которая издаётся огромными тиражами, просто разочаровываются. Современными молодыми поэтами и писателям очень тяжело дойти до читателя. С одной стороны, сейчас написать и издать можно всё, что угодно, были бы деньги. С другой стороны, путь писателя к читателю очень долг и труден. Проходит пять, семь, десять и более лет, прежде чем читатель сможет оценить труд поэта и писателя и решит для себя читать ему дальше этого автора или нет. Но автору приходится постоянно работать, чтобы хоть одно стихотворение понравилось читателю, чтобы он потом смог самостоятельно познакомиться с другими произведениями. Молодым авторам в наше время очень сложно, но не стоит жаловаться, что у тебя не читают. Наверное, нужно просто идти и работать. Но ведь по идее наоборот. Ведь есть интернет, да? То есть, ведь есть ресурсы, на которых ты можешь бесплатно загрузить своё произведение, и те с тобой моментально могут ознакомиться и тебя запомнить. Почему такого не происходит? Опять же из-за лени. Лень человеческая, честно говоря. Но по большому счету, вот у нас тоже есть очень много стихотворений. Мои тоже стихотворения есть в сети. Но никто не отменял книгу. Пока твои стихи не опубликованы в книге, это всё только твои стихи. Как только они начинаются публиковаться в книгах, ты ставишь на поток, скажем так, даришь свои книги или продаёшь, кто-то продаёт, кто-то дарит свои стихи в библиотеке. То есть, здесь идёт общение между читателем и писателем. И, конечно, чтобы автор и читатели вместе контактировались, общались. И здесь помогает, ну, скажем так, встречи. То есть, приходят люди, и поэт читают свои стихи. Здесь уже дальше уже от читателя зависит, будет ли он читать дальше стихотворения, будет ли он читать наизусть и так далее.